Последние несколько лет больше всего среди всех существующих жанров игровой индустрии страдали ММО-РПГ, которые выходят крайне редко и в большинстве своем представляют из себя проекты, способные заинтересовать очень ограниченное количество аудитории. Тем не менее, есть и еще одно направление, которое испытывает не меньше, можно даже сказать значительно большие проблемы. Речь конечно же идет про РТС, это стратегии в реальном времени, которые столкнулись не с равнодушием разработчиков, а с очень слабым интересом со стороны игрового сообщества, которое предлагаемый игровой процесс уже не привлекает. Удивительно, но 2024 станет достаточно важным для этого жанра, ведь в нем состоится сразу несколько громких релизов, а некоторые из них ожидают сотни тысяч пользователей по всему миру. Собственно, о самых громких и важных из них мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Правда, прежде чем мы перейдем непосредственно к теме, мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. А в роли спонсора сегодняшнего видео выступает проект УВОВ. УВОВ это тот самый приватный сервер, который первым в русскоязычном сегменте издал бесплатную версию дополнений Миссов Пандария и Легион к легендарному ММО-РПГ под названием World of Warcraft. Проект продолжает развиваться семимильными шагами, а поэтому теперь разработчики решили сфокусироваться на развитии новых миров. Одним из них станет X5, предназначенный для любителей старой доброй Пандарии. Релиз 19 января 2024 года. В роли же второго мира выступит чуть менее казуальный, но более популярный X3 в дополнении Легион. Релиз 5 января 2024 года. Оба мира объединяет то, что разработчики предложат всем желающим повышенные рейтинги на опыт, а вот на все остальное классические X1. Кроме этого, команда применит политику монофракции, что позволяет игрокам Орды и Альянса объединяться в группу для участия в различных активностях. Бонусом же идет наличие первого в истории Warcraft хардкорного режима для этих дополнений. Хардкорный режим это прокачка с одной жизнью, за которую вас вознаградят крайне ценными призами. Если же и этого окажется мало, учитывайте, что онлайн номерах достигает отметки в 10 тысяч активных игроков, а монетизация при этом остается достаточно щадящей. Заинтересовались? Тогда смело переходите по моей личной ссылке в описании и регистрируйтесь. Сервер УВОВ ждет вас. Удачи! Открывает нашу подборку Commandos Origins. Как можно догадаться по названию, Commandos Origins представляет собой приквел основной серии. Игра отправит игроков во времена, когда зеленый берет Джек О'Хара и пятеро его спутников создали отряд, выполнявший сложнейшие задачи, которые были не по зубам всем остальным. Создатели Commandos Origins обещают возвращение к основам жанра тактики в реальном времени. Выполнить задачу можно с помощью тщательного планирования и продуманного сочетания скрытности и разрушительной мощи. У каждого бойца будут свои уникальные способности. Говоря же про период времени, нужно отметить, что основные события развернутся во Второй мировой войне, на полях которой вам и предстоит совершать свои тактические подвиги. Сражения развернутся на всех фронтах, и на ледяных просторах Арктики, и в обширных африканских пустынях, и на западном побережье Европы, и даже на Восточном фронте. Для Commandos Origins заявлено более 10 полноценных крупномасштабных миссий, предполагающих несколько путей их прохождения. В качестве же приятного бонуса вас ожидает несколько видов транспорта, интуитивно понятное управление, а также кооператив на двух человек, который будет доступен как в формате одного устройства с разделенным экраном, так и в режиме онлайн. Релиз Commandos Origins ожидается в 2024 году на персональных компьютерах в рамках платформы Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series XS. Приятным же бонусом выступит доступность игры с первого же дня в рамках библиотеки подписочного сервиса Game Pass. Кстати, обещают текстовую локализацию. Несколько лет назад студия Bestway анонсировала продолжение к одной из своих самых культовых франшиз – Man of War. Отличие от других игр серии, которые уже оказывались на прилавках, речь идет не про ответвление сюжета, а про полноценное продолжение к легендарной серии в тылу врага. Игра предложит пользователям несколько новых, как однопользовательских кампаний, которые вы сможете освоить в гордом одиночестве, так и несколько полноценных сюжетных карт для онлайн-сражений, в которых будет использоваться новая для франшизы серии механика линейного фронта. В проекте ожидаются классические системы, полюбившиеся поклонникам серии, такие как детальное управление отрядами, модульная система повреждений техники и возможность контролировать любую боевую единицу вручную, превратив игру в экшена третьего лица. Релизная версия, которая во многом основана на отзывах игроков, полученных во время предварительного тестирования, будет содержать три фракции – США, СССР и Германию, а также отдельную кампанию для каждой из них. Миссии кампании будут вымышлены, однако основаны на исторических событиях, происходящих во время Второй мировой войны. Проще говоря, авторы перенесут нас в то самое время, но на историчность не претендуют, что позволяет им вольно интерпретировать происходящее и делать сражения гораздо более зрелищными. Кроме классической кампании, в игре появится режим рейды, который предложит 16 случайных сражений, а также завоевания – динамическую кампанию, где можно завоевывать территории на особой карте совместно с другими игроками. Релиз Man of War 2 ожидается в 2024 году на персональных компьютерах в рамках платформы Steam. Заявлено наличие текстовой локализации. Привлекательная графика, интересный игровой процесс, разнообразие. Кажется, у City of Atlantis есть всё, что может заинтересовать любителей стратегий в реальном времени с экономическим элементом. Игрок будет управлять 10 провинциями мифического города-государства. В ваши обязанности войдёт необходимо следить за внутренними делами, такими как доступ к воде, пище и образованию, военные процессы в виде сражений с другими городами, как с целью захвата их территорий, так и с целью защиты своих собственных владений, а также возможность развивать лёгкие дипломатические отношения с культурами, которые вам импонируют. Кроме этого, одной из важнейших механик вашего игрового процесса станет отслеживание текущего положения дел в вопросах стабильности города, ведь он не просто так назван Атлантидой. Он действительно может затонуть, если вы будете не слишком внимательны ко всему происходящему в нём. Недостаток всего один – никакого онлайн-режима или кооперативного формата не заявлено, а поэтому наслаждаться игровым процессом придётся в гордом одиночестве. С другой стороны, польская студия-разработчик Gambit Game Studio заявляла, что в случае успеха ситуация может измениться с введением нового контента и полноценных дополнений, так что пока раньше времени расстраиваться не стоит, ведь онлайн-формат всё же может появиться в этом проекте. Релиз City of Atlantis ожидается в 2024 году на персональных компьютерах в рамках платформы Steam. Наличие локализации как текстовой, так и аудио на сегодняшний день не предусмотрено. С полей Второй мировой войны и из мира легенд планомерно перемещаемся в открытый космос вместе с новой частью Homeworld под номером 3. Homeworld 3 – это продолжение культовой серии космических стратегий в реальном времени от Blackbird Interactive во главе с легендарным мастером стратегии Робом Каннингеном. Новинка обещает вернуться к своим корням и предложит мощный сюжет, полностью трёхмерные бои и классические элементы жанра стратегий в реальном времени. Также авторы пригласили композитора Пола Русская для создания звукового ландшафта, который помнят преданные фанаты. Игроков ожидает разные многопользовательские опции, режимы и богатство других функций. В частности, вас ждёт возможность управления межзвёздным флотом в сражениях эпического масштаба в полностью открытом космосе на огромных космических обломках, называемых мегалитами. Игра разрабатывается для самого современного железа и обещает стать визуальным шедевром с великолепным дизайном космических кораблей. Сюжет игры разворачивается спустя 100 лет после событий Homeworld 2. Карен Сиджет открыла огромную и древнюю сеть гиперпространственных врат, которые сделали всю галактику доступной для лёгкой и быстрой торговли, идущей рука об руку с исследованиями. Однако темнота, известная как Аномалия, начала распространяться, поглощая врата и планеты. Игрокам предстоит сразиться с этой угрозой, вернув мир и процветание в галактику. Релиз Homeworld 3 ожидается 13 мая 2024 года на персональных компьютерах в рамках платформы Steam. Заявлено наличие текстовой локализации. Селестия Лэмпая Собственном уникальном стиле. Почувствуйте очарование местной природы, свободно смешивая её с традиционной китайской архитектурой. Однако помните, что сами боги наблюдают за каждым вашим шагом. Если вы споткнётесь и попадёте в их немилость, вы рискуете привести в этот мир демонов и стихийные бедствия, способные нанести гигантский ущерб вам и вашим подданным. Не попадите в их опалу, иначе самые страшные чудовища из кошмаров наряду с буйством стихии могут доставить вам и вашим крестьянам очень много проблем. Приготовьтесь к увлекательному опыту, созданному разработчиками с особой тщательностью. Исследуйте эстетику, основанную исключительно на древнем Китае и его традициях. Наблюдайте, как детализованные здания и богатая природа объединяются воедино и наслаждайтесь потрясающими визуальными эффектами, исследуя карту, созданную вручную. Релиз Celestial Empire ожидается в 2024 году на персональных компьютерах в рамках платформы Steam. Заявлено наличие текстовой локализации. Tempest Rising Tempest Rising — это классическая стратегия в реальном времени. Разработчики игры всеми силами пытаются вернуть пользователей в золотые двухтысячные. По этой причине и игровые механики будут из тех времен. Пользователь в роли командующего распоряжается передвижной базой, добывает местную валюту из ископаемых месторождений, призывает армию и борется за интересы собственной фракции. Технически Tempest Rising — это клон Command & Conquer. Конфликт местных интерпретаций американца с советами — основа происходящего. Сюжет игры подается через видео-вставки между миссиями, а развитие базы напрямую отсылает к серии классических стратегий. Однако при погружении в игровой процесс намного сильнее видно влияние StarCraft 2. Выражается это в разнообразии игровых механик и явной типизации игрового процесса под киберспортивные стандарты. К услугам игроков несколько фракций, внушительный набор гибридной пехоты, техники и воздушных средств ведения войны, а также обширный функционал, позволяющий возводить различные строения с самыми разными функциями. И да, всё это сопровождается наличием рейтинговой системы, которая уже изначально намекает нам на амбиции создателей. Если же говорить про сюжетную составляющую, то здесь всё довольно просто. Нас накрыло апокалипсисом, а выжившая часть человечества уже по традиции разделилась на три стороны конфликта, каждый из которых исповедует свой подход к окружающей среде, методом ведения борьбы и культурным различиям. Полноценно оценить происходящее можно будет в двух гигантских одиночных кампаниях, которые точно не оставят вас равнодушными. Релиз Tempest Rising ожидается в 2024 году на персональных компьютерах в рамках платформы Steam. Заявлено наличие текстовой локализации. Вот мы и добрались до одной из, пожалуй, самых необычных стратегий в реальном времени, которые планируют свой выход на этот год. Речь, конечно же, идёт про Night is Coming от компании Wild Force Studio, созданной небольшой группой постоянных участников портала Peekaboo. Да, это инди-игра, которая переросла в нечто масштабное после шести лет разработки. Night is Coming – это игра, представляющая из себя сплав проектов про выживание в фэнтезийном мире с элементами стратегии. Игрокам предстоит отстраивать свою собственную русскую деревню, собирая ресурсы и обороняясь от чудовищ из славянской мифологии, а также периодически привлекать богатырей в поселение. Ещё одной проблемой для вас станет наличие смены погоды, ведь чем больше времени вы будете проводить в мире этого проекта, тем холоднее будет становиться погода, а и тем тяжелее будет выживать в этих условиях. К вашим услугам не только строительство самых различных сооружений, но и поиск ценных ресурсов за пределами вашего поселения. Впрочем, при желании можно будет разбить поля и внутри крепостных стен. Из уникального стоит отметить индивидуальность поселенцев. Каждый обладает собственным характером, навыками, потребностями, характеристиками и атрибутами с уровнями умений. Проект является однопользовательским, однако не исключено, что в будущем он обзаведётся полноценным кооперативом или даже онлайн-режимом. Релиз Night is Coming ожидается в 2024 году на персональных компьютерах в рамках платформы Steam. Заявлено наличие текстовой и аудиолокализации. Было бы странным не включить в этот материал и одну из самых культовых стратегий в реальном времени с элементами экономического симулятора на сегодняшний день – Frostpunk 2. Для тех, кто не знает, вам предстоит развивать колонию в условиях вечной мерзлоты, а поэтому бороться придётся не только с недовольством граждан, но и с постоянным недостатком продовольствия, а также вечным холодом, который постоянно грозится уничтожить всё живое в вашей колонии. В отличие от прошлой части, вам предстоит использовать в качестве основного ресурса нефть, добыча которой станет фундаментальной основой игрового процесса и ключевым источником проблем. Улучшили разработчики и систему строительства, поэтому теперь в процессе застройки доступных вам пространств вы сможете возводить не только отдельное здание, но и полноценные районы, которые можно будет объединять между собой, улучшать, специализировать и всячески направлять в нужное русло. Изменится и политическая система, в которой игрок ранее был единоличным диктатором. Теперь такого нет. Принятие законов перестанет происходить мгновенно и будет требовать согласования с правящим собранием, которое может его и не утвердить. А значит, вам будет необходимо постоянно его ублажать и идти на различные ухищрения. Впрочем, моральные дилеммы, коими изобилует серия, чудовищные решения, детский полурабский труд, а также бесконечные горы трупов, образующиеся в результате ваших неверных решений, остались на месте. А значит, играть будет все так же интересно, увлекательно и сложно. Релиз Frostpunk 2 ожидается в 2024 году на персональных компьютерах в рамках платформы Steam. Заявлено наличие текстовой локализации. Age of Mythology Retold Игра от создателей культовой серии Age of Empires, которая совсем недавно обрела вторую жизнь и смогла приковать к экранам мониторов сотни тысяч игроков со всего мира. На этот раз вам предстоит оставить знакомую историю позади и погрузиться в мифическую эпоху, где бок о бокса существуют боги, чудовища и люди. Retold – это эволюция всеми любимой стратегии в реальном времени Age of Mythology, ставшая возможной благодаря современной графике и свежему подходу к знакомому жанру. Эта игра станет приятным открытием как для тех, кто только знакомится с серией, так и для ее преданных фанатов. Защищайте свои владения, ведите в бой легендарных чудовищ и взывайте к богам, чтобы они помогли сокрушить ваших врагов. К вашим услугам весь божественный пантеон, от Древней Греции, Египта и Скандинавии, до менее известных башков из Спарты, Карфагена или Вавилона. В отличие от предыдущей игры, в этом выпуске, Age of Mythology Retold предложит вам не только одиночную сюжетную кампанию, но и вполне себе развитый онлайн формат, где вы сможете сражаться в матчах до 12 одновременных участников. К вашим услугам будут как групповые форматы, так и одиночные баталии. Релиз Age of Mythology Retold ожидается в 2024 году на персональных компьютерах в рамках платформы Steam. Заявлено наличие текстовой локализации. И, наконец, главная новинка, не то что года, а скорее даже десятилетия, которая буквально является самой ожидаемой игрой в жанре стратегий в реальном времени. Stormgate. Если по первым кадрам вам показалось, что вы уже где-то это видели, то вам не показалось, ведь игра буквально является симбиозом Warcraft 3 и Starcraft 2, из которых она заимствует самые лучшие, интересные и увлекательные игровые механики. Впрочем, такое положение дел не мудрено, ведь у руля команды разработки стоит один из трех основателей Blizzard Entertainment, а сами разработчики представлены исключительно сотрудниками, которые трудились над упомянутыми сериями в прошлом. Stormgate перенесет вас в фантастический постапокалиптический мир, где на полях сражений схлестнулись три стороны конфликта. В распоряжении каждой из них будет свой набор существ, строений и принцип игрового процесса, отличающий их от остальных. Однако не только тремя фракциями выделяется эта игра, ведь ее ключевая особенность вращается вокруг базовых стратегических элементов, которые построены на базовых ресурсах, а также системе лагерей в открытом мире. Лагеря будут охраняться нейтральными противниками, победа над которыми будет открывать вам доступ к экстра ресурсам, точкам обзора и иным бонусам. Предполагается и влияние ландшафта, которое будет сказываться на типах существ. К примеру, некоторые из них смогут невозбранно проходить через густые лесные массивы, со временем как у других такая возможность будет отсутствовать или будет требовать предварительного уничтожения лесной посадки. Важное место занимает и сюжетная кампания, которая сильно отличается от того, что вы привыкли видеть в других играх. Stormgate предлагает вам прохождение в одиночку или в кооперативе с одним товарищем, что должно сделать сюжет интереснее, а вам предоставить доступ к приятному социальному элементу. В остальном же проект строится на соревновательном формате, который предполагает рейтинговую таблицу и возможность сражаться в нескольких режимах, рассчитанных как на две команды, так и на дуэли между пользователями. Кстати, интересной особенностью является и полная бесплатность этого проекта. Единственное, за что вам придется платить, это косметика. Релиз Stormgate ожидается в 2024 году на персональных компьютерах в рамках платформы Steam. Наличие локализации как текстовой, так и аудио на сегодняшний день не предусмотрено. Как вы можете заметить, в этом году состоится целая плеяда релизов, которые точно не оставят вас равнодушными. Здесь вам и фэнтезийные проекты, и отечественные запуски, и невероятные градостроительные симуляторы, и конечно же РТС нового поколения от признанных ветеранов индустрии. Ничего подобного в жанре не происходило уже почти целое десятилетие, и мы наконец оказались в эпицентре целого шквала новых проектов. Безусловно, некоторые из них не доберутся до релиза, и наверняка будут перенесены на год вперед. Однако запуск остальных с лихвой это компенсирует. Какие из перечисленных игр стоит ждать? Пожалуй, этот вопрос априори получит субъективный ответ, ведь он опирается в первую очередь на личные мироощущения и впечатления от услышанного, а значит его, как и все субъективное на этом канале, мы оставляем на откуп комментариям. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а лично вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова